Привет ребята, с вами Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поиграем в Тока Бока. У меня обновилась игра, вернее еще не обновилась, а появилась только вкладочка обновить игру. Посмотрите как много новинок, и микс, и новинка, и просто кнопочка обновить. Мне это уже безумно начинает нравиться. Поставьте пожалуйста под видео лайк, сегодня будет очень интересный выпуск. Я покажу вам много новых секретиков. Первое с чего мы начнем, это обновим Тока Бока. Я обновляю в Apple Store. Что нового? Готовь билет, фестиваль уже здесь. Покори всех своим лучшим нарядом. Слушай любимых музыкантов и танцуй с друзьями до упаду. Делай селфи и покупай мерч, чтобы украсить свои спальные воспоминаниями о фестивале. Болят ноги из очередей в туалет. Вафли с мороженым заняли все место в животе. Ты можешь вернуться в палатку или повеселиться в вип зоне. Пришло твое время блистать. Стань новой звездой фестиваля или выступи со сногсшибательным номером перед своими супер фанатами. Я приобрела данное обновление. Что нового? Пришло время праздника. Не забудь свой наряд. Изучи две локации. Входная зона фестиваля и фестивальная сцена. Познакомься с 16 персонажами и 5 питомцами. Да ладно, 5 новых питомцев? Вот это круть. Посети концерты лучших новых музыкантов. Выступи на сцене или организуй собственный фестиваль. Почувствуй атмосферу фестиваля. Разбей палатку, попробуй еду из закусочной на колесах. Купи мерч любимых артистов и посети вип зоду. Мне очень нравятся эти красочные картинки. Пишите кстати в комментариях, как вам обновление. Собираетесь ли его покупать, обновлять игру как-то. Я вам скажу потом личное мнение, стоит ли оно того или не стоит. А мы конечно же по традиции начнем с нового микса. И у нас в миксе опять новый ролик. Посмотрите на этих новых персонажей. Они такие клевые и забавные. Уже начинают танцевать. Наверное ведут подготовку к фестивалю. Разминочка. А нет, они представляют себя суперзвездами. Какие красивые наряды. И эти особенности. А что у нас новые сережки появятся? Ой друзья, будет круть. Такой вот небольшой ролик. Спускаемся ниже. И следующее, что нам надо выбрать, это особенность. Краску на лице. Первый вариант или второй. Если честно, второй вариант похож на какую-то красочную ветрянку. Поэтому я выберу первый. 43% за первый вариант. И 57% за второй. Ниже мы видим еще одно небольшое видео. Ленечки, какая прелесть. Неужели в Тока Бока появится что-то подобное? Или уже отвергней появилась? Такая длинная очередь была в зоне фудкорта. Ребят, если мы с вами когда-нибудь окажемся вместе на фестивале, ищите меня в зоне фудкорта. Листаем ниже. И нам надо выбрать палатку. Такую розовую палатку или зелененькую. Но кстати, они по-моему уже есть в Тока Бока. Я выберу первую. Ничего себе! 85% за первый вариант и 15% за второй. Почти единогласно. Мячик или палка для собаки? Я думаю, мячик бы понравился собачке. Палку-то мы можем и на улице найти подобрать, а вот мячик очень милый. 80% за первый вариант и 20% за второй. Такой вот подарочек для Киану. В следующем опросе надо выбрать крампита. Который у нас в спа или на пляже. И причем здесь ролик слева. Я не вижу крампитов слева. Я заметила, как на рисленном сидят джакуди. Расслабляются. В общем, друзья, я наверное выберу спа. Потому что приятные масочки это здорово. 57% за первый вариант и 43% за второй. Ниже я заметила новую еду. Мороженое и какая-то вот такая тортилья тоже сладкая. Золотой алмазик. Неужели добавят новые алмазы? И еще одно новое видео. Мне кажется, это будет трейлер про обновление. Да, мы видели тизер, как ребята танцуют. А теперь добавили полный ролик. Здесь они бегут на фестиваль. Давайте его быстро промотаем. Музыкальная группа выступает на сцене. Новые фоточки показывают. Какие классные прически. Так, это они в туалет хотят. Но туалет походу единственный. Единственный туалет на фестивале. Это как? Куда они там побежали? К звезде пробрались. Захотели в туалет в ее будку. Она посмеялась и наверное пустила их. Повезло им сходить в туалет знаменитости. Такой классный ролик. Можете тоже его посмотреть и оценить. Ниже опросик. Еда, футрак или... Что, микрофон? Причем здесь микрофон? Еда-то лучше будет. 63% за первый вариант. И 37% за второй. Листаем ниже. И дальше у нас на кухне готовит Нари. И почему-то все полает огнем. Нари великий кулинар, как всегда. Справа микроволновка. Где лучше готовить? Я считаю, микроволновка намного практичнее. Обожаю делать горячие бутерброды в микроволновке. Знаете, так нарезаешь хлебушек маслицем. Потом идет у нас штука колбаска. И сверху сырочек. Все это дело плавится. И наслаждайся. Мини-пицца. 62% за второй вариант. И 38% за первый. Со сковородкой, правда, потом заморачиваться надо. Там что-то мыть. Закинул все это, бутики досделал. Посмотрите, ребят, надо выбрать еще какой-то плакат. Мальчик или девочка? Ну, девочка мне нравится намного больше. Мальчик слишком подозрительно лежит. 88% за второй вариант и 12% за первый. Всем нравится вторая вот артистка? Это мы видели с вами в прошлом выпуске и также проходили микс. Друзья, делитесь своими ответиками в комментариях. А я предлагаю выйти из микса и будем загружаться в игру. Строительство завершается. И тадам! Да, друзья, наконец-то у меня все построилось. У меня также еще не забран подарочек на почте, но немножко подождем. Хочу начать обзор с новой одежды. Первая вкладочка это с такой вот повседневной одеждой. И нам добавили первый наряд. Синяя футболка, желтая надпись фестиваля, такие рваные серые джинсы и синие кроссовки. Также я вижу повязку на руку, но это похоже на фенечку. Следующий костюмчик это розовая футболка. Еще у нас есть зелененький цветочек и желтая такая серединка радостная. Также мы видим джинсовые шорты, белые кроссовки и еще одна повязка. Третий комплект тоже состоит из футболки, но у нас тут все где-то состоит из футболки. Мы видим зеленое яблочко, кстати, такая наклеечка или это нашивка. Сама футболка полосатая. В розово-красную полоску или красно-розовую полоску, это надо еще поспорить. Бежевые шорты, носочки беленькие и аккуратная розовая обувь. Следующий комплект состоит из белой футболки и розовой жилетки. Мне нравятся эти тона, они подходят моему персонажу к прическе. И здесь, кстати, два браслета. Зеленая фенечка, я буду называть это фенечками. И золотой браслетик. Также мы видим серенькие штанцы и зеленые кроссовки. С такой розовой вот отделочкой. Ребят, мне нравится этот костюм. Модные стильные кожаные джинсы. Обувь тоже безумно крутая. Высокие ботильоны, назовем их так. И голубенькая кофточка с такими белыми крышочками. Очень аккуратно смотрится. Шестой наряд более утепленный и довольно необычный. Желтая кофта, какая-то еще накидка черная. Штанишки тоже с модным ремешочком. Обувь на высокой платформе. Также я не могу не заметить интересный кулончик и часы. Посмотрите, ребят, как же много одежды. Еще шесть комплектов. Вот такая вот хиппи футболка просторная оверсайз. Мне нравится эта розовая сумка. Почему-то создается впечатление, что она с магнитиком. Ну то есть замочек магнитный. Скорее всего это лосины на персонажи. Черные ботиночки. И еще одна такая красочная фенечка. Еще отмечу симпатичный кулон со звездочкой. И я думаю этот наряд отлично какому-нибудь дедушке подойдет. Рыжая футболка, коричневые штанишки. Интересно выглядит обувь на носочках. И на руке, кстати, я заметила часы. Тоже с фенечкой. И аж две сумки. Одна на пояс и вторая как бы через плечо идет. Следующий комплект тоже состоит из футболки и шортов. Также новые белые кроссовки, фенечка и накидочка джинсовая. Мне кажется она джинсовая. Свободный такой комплект. Дополняет все это дело сумка в виде облачка. Еще один комплект подойдет какому-нибудь бате. Но я явно не носила бы такое. Здесь прям пуговица слишком либо расстегнута. Либо это реально на грудь большую. Мужскую грудь персонажа. В общем красочная футболка. Такие беленькие шортики. И еще шлепки. Мне кажется ли это туника. Или там футболка короткая и юбка. Все это дело разделяется поясом. В общем интересный нарядик. Из этого наряда мне очень нравится накидка. Следующий комплект. Такая вот жилетка короткая. Без рукавка. Голубые джинсы. И интересная обувь на платформе. Обувь похожа на пельмешки. Вы бы хотели ходить на пельмешках? Обувь пельмешки. Вот если вы когда добавят ботинки в форме пиццы. Я буду по жизни на благодарной разработчикам. Последний новый комплект. Наверное для какого-то артиста. Такая тоже золотая. Без рукавочка. Цепочка золотая. И вообще весь комплект золотой. Надеюсь он реально состоит из золота. Полностью. Пока что рано выбирать наряд. Я думаю дальше тоже какие-то обновления. Да, появились еще вот такие вот теплые комплекты. Весенние. Фиолетовая толстовка с черепом. Черные штанишки и белые кроссовки. Следующий комплект. Худи с капюшоном. Тоже нежные такие светлые штанишки. И белые кроссовки. Много белых ботиночек. Хотя следующие два комплекта с черными ботинками. О божечки. Какие клевые зеленые штаны. Они просто сияют на персонажа. И следующий комплект ничем не хуже. Посмотрите на эту зеленую яркую кофту. Она даже не зеленая. Салатовая. И эти колготки проглядываются. Может быть это даже и не колготки, а длинные носки. Ну в сеточку тоже зеленые. Модно и стильно. Даже в официальных костюмах появилось два новых наряда. Фиолетовый и нежно-розовый. Опять это обувь пельмешки. Само собой обновили и платье. Пять новых платьев. Вот это мы видели в трейлере. Наверное тоже для выступлений подойдет. Более повседневное платье. Нежно-розовое. Такая джинсовая ветровочка. И модные туфли. Или ботинки на платформе. Как же мне нравится это белое платье с сумочкой. Ребята, я просто балдею. А эти босоножечки. Даже это не босоножки. Это сандали. Да, сандали. Такие комплекты мы видели со штанишками. Это уже идет с юбкой. Тоже с золотыми такими отделками. Золотыми аксессуарами. Одежда работников пополнилась. Продавцы, охрана. И наверное тоже кто-то там проверяющий. С бейджиком. Наверное менеджер или агент артиста. Костюмов никаких не добавили. Наверное много аксессуаров также появилось. Давайте я вам все быстренько пролистаю, покажу. Если что-то пропущу, то не расстраивайтесь. Вы все это у меня как бы видите сейчас. Фанаты очков тоже не останутся равнодушными. Им тоже добавили обновление. Но маски по-моему ничем не пополнили. Вот эти только маски обновили. Цветочки, звездочки и такие розочки. Это даже не розы. Это просто какие-то яркие цветы. Один розовый, второй зеленый. Микрофоны добавили. Для выступления. Это друзья похоже все что добавили. Давайте зайдем в прически. Я уверена да, добавили еще и новые прически. А здесь мы не можем поменять цвет? Похоже не можем. Да, они у нас идут белые. Белые такие прически. Я думаю в этом разделе и девочки для себя найдут что-то новое. Но в женских прическах длинных тоже добавили обновление. Я пока что верну свою прическу. Потом на фестивале что-нибудь поменяем. Потому что я заметила то, что на фестивале можно будет поменять прическу. Давайте выберем чем пойдем на фестиваль. Мне нравится вот это платье. Я его пожалуй и выберу. Мои любимые заколки. Возможно сегодня будет какой-нибудь подарочек к фестивалю. Он нам пригодится. Номер один. Проходим на почту. Здравствуйте. Как дела? Ничего не заметили новенького? Чуть и надо. Давай с эталон. Ну как чуть и надо. У меня новое платье. Ой ладно. Чпонь. Проходите. Спасибо большое. Проходим друзья на почту. И забираем свой подарочек. Подождите. Не один подарочек. Один обычный. А второй. Та-дам. Дам-дам. Тоже обычный подарок. Чего я ожидала. Вроде праздников никаких нет. Итак. В первом подарочке мы получаем билет. Билет на фестиваль. Это вовремя. Да. Это нам пригодится. И конечно же плакат. Этот плакат наверное тоже для фестиваля. Новая локация находится в зоне университета. Арбузного здания. И вообще здесь все как бы обустроено для молодежи. Я думаю отличное место выбрали. Цены у набережной. Загрузимся в первое место. Там где вход. И достанем своего персонажа с билетом. У нас есть билет. Поэтому давайте пропускайте меня. Вот мой билет в конвертике. Давайте. Так. Проходим. А этот мужчинка что там застрял. Тоже его давайте пропустим. Или он безбилетный. Нет наверное вот билеты лежат. А может это какие-то потерянные. О заметьте подсветочка. Прикольная подсветка. Или это если вы проносите что-то там запрещенное. Какую-нибудь еду запрещенную проносите. Существует ли здесь запрещенная еда. Я не знаю честно. На входе уже заметила новую собачку. Слева находится автобусик. Здесь мы видим плакат. Так этот плакат девочки. Наверное она знаменитость. Не будем ее беспокоить. У нее такое клевое зеркало. Тоже с подсветкой. Новая палетка с тенями. Но вернее не новая. Просто добавили еще одну похожую палеточку. Можно ее накрасить помадой. Таким блестящим лаком. И румяном. Темные. Некоторая такая косметика уже есть только боком. Вроде ничего нового. А вот здесь обитают два крампита. Посмотрите милые друзьяшки. У них там столик. Томатный сок. Диванчик. И вот смотрите комочек с листочком я вижу. Наверное это какая-то пасхалка. Да. Я в принципе догадываюсь что это. Потому что уже видела некоторые спойлеры. Давайте вот оставим этому персонажу. Чтоб потом забрать. Проходим вправо. И видим еще один комочек с бумагой. Кто-то не докинул до мусорки. Это реально может пойти в мусорку. Мусорка это какая модная розовая мусорка. Ребята. Просто прелесть. Эти костюмчики мы с вами уже оценили. Зеленые палаточки. Мыльные пузырики. Какая романтика. А что тут в сумке? Тут сумку забыл. Где вообще здесь люди? Где персонажи? Женщина не спать. Не спать мы еще не закончили. В рюкзачке есть такая маска. Со звездочками. Вот мы нацепили на лицо. Также я вижу такую аппетитную шоколадную пироженку. И золотую вилку. Следующая рыжая палатка. Здесь такой мини холодильничек. Лежит груша. Сок. Еда. Яблоки. Давайте перекусим. Нам нужны силы, чтобы посмотреть здесь все. А это платье похоже на мое. Стойте. А здесь какая-то зеленая? Нет. Вот когда я просто навожу. Ага. Это газон просто. Я думала здесь зеленая сетка. Ну и нет никакой очереди на туалет. Все совершенно свободно. Ой. А знаете какой-то... Я села и знаете какой-то секрет открылся. Золотой какашечкой и красненьким алмазиком. Моя зона. Определенно моя зона. Модная розовая касса? Да ладно. А что это у нас новая еда появилась? Мороженое с вафелькой. Что мы получим? Сладкий тако. Обалдеть. А с этими вафлями можно много новых рецептов сделать. Ребят, ставьте лайк, если ждете от меня новые рецепты. Мороженое на палочке. Очень красивое. И такие белые тортильи. Первую мы можем сделать с топом, а вторую с мясом. Так, а с яйцом? Яйцо мы тоже можем совместить? Нет, с яйцом ничего не получается. И вообще у меня все багуется. Я думала мы сможем какие-то рецепты сделать. А у меня все нафиг взлетело. Вся еда взлетела. И да ты чего летаешь? Лети прямо в мой желудок. Проходим правее. Здесь кто-то еще еду оставил. И ушел. Как вы могли это сделать? Птичка все скушает за вас. Давайте покормим птичку. Ну и один такос мне. Естественно, кому же еще? Еще одна маска на смену. Или нет, вы даже можете совмещать маски. А вот эти лоточки можно использовать для какой-нибудь обустроечки. Здесь вы можете поменять прическу. И еще одна маска. Мы все прямо на лицо нацепили. Давайте уже наконец-таки поменяем прическу. Подготовимся к фестивалю. Какая красота. А цвет здесь нельзя поменять. Нет, можно. Цвет меняется ниже. А где красный цвет? У меня же красные волосы были. Вы чего мне перекрасили? Ей, верните мой цвет. Ребят, наверное, у этой прически определенные цвета. Давайте пролистаем, посмотрим, какие еще есть прически. Некоторые есть уже в редакторе. Но, например, вот этой в редакторе я не заметила. Или она, возможно, где-то внизу. Такие цвета у причесок. Но я думаю, можно сбегать в парикмахерскую и раздобыть красный цвет. Я сбегала в парикмахерскую и цвет с легкостью поменялся. Посмотрите, я просто в полном восторге. Даже вот эта заколка уже сюда и не подходит. Возвращаемся на фестиваль. Ребята, я так счастлива. Такое красивое обновление. Подобным образом вы можете выбрать любую прическу и также поменять цвет. Что думаете, идет ли эта прическа моему персонажу? В следующем месте мы можем сделать фотографии. Вот сюда вот поставить персонажа. Сюда можно его посадить. Здесь можно сделать отличные снимки с друзьями. И ставьте лайк, если хотели бы, чтобы близняшки, например, отправились на фестиваль. Или наши главные герои, Рита Зиг на Риллион. Или мы отправим на фестиваль Уэнсдэй. Вот такие снимки красивые вы можете получить в этой зоне. А я предлагаю отправиться в следующую локацию. Заходим в этот автобусе. Кстати, здесь карта подробная. Мы были на первом. Это не этаж, а первая зона. Здесь вход, палатки, фудкорт и можете поменять внешность. В следующей зоне находится сама сцена, футболки. Это что, одежду можно поменять? Или раздевалка будет? Еще одна сцена и вип-зона. Может быть, это сцена для вип-зоны? Ну, в общем, давайте с вами переедем. Одни такие путешествуем. Ну, что вы хотели? Будние дни, будний рабочий день. Мы единственные на фестивале. Наверное, выходной здесь реально будет не пройти. В первой зоне мы видим уже музыканта. У него очень интересная шапка. Я эту шапку, кстати, не заметила. Но имейте в виду, такая новая шапка появилась для какого-нибудь зимнего сюжета. Вот так он здесь выступает. Может быть, здесь интересно будет проводить какие-нибудь прослушивания. Для сюжета подойдет. А этот стульчик. Нет, он не переносной, к сожалению. Но, может быть, мы его сможем запихнуть в коробку. Также я вижу еще один новый плакат. Форма. Это для музыкантов или просто как бы для каких-то работников? Наверное, для группы. Новые микрофончики. И вот в этой зоне вы можете поменять какие-то варианты лиц. Я поняла, это не раздевалка. Это магазин. Вы здесь можете купить билеты. Как-то странно их продавать здесь. Ход же там был. А здесь тогда зачем билеты? Может быть, это вип-билеты? Нет, вип-билеты это явно золотые билеты. Также вы можете концерту взять всякие подсветочки. Думаю, так будет веселее выступать. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Костюмчики мы с вами уже рассмотрели. Их вы тоже можете найти в этой локации. Цветовые палочки, кольца, плакаты. И такие прикольные микрофоны. Посмотрите, какой красивый плакат, ребята. Я просто в восторге от этого обновления. Вот наши поклонники. Они были, кстати, в трейлере. И на сцене выступают музыканты. Но они еще не начали выступать. Они, наверное, только готовятся. Здесь есть новые музыкальные инструменты. Синтезатор. Мы можем прям персонажа с этим синтезатором поднимать. Такая вот диджейная установка. И еще барабаны. Чистые мы с подружками. Вот в этих сундучках есть новые музыкальные инструменты. Зеленая гитара, темно-синяя. И вот такая вот розовая. Костюмчики мы с вами видели тоже в одежде. Правая зона это вип-зона. Какой-то ведущий или что? Кто это? Девушка, вы кто? Она почему-то сидит здесь одна. Кушает чипсы. У нее тут холодильник с напитками. Просто красота. Просто романтика. Друзья, у нас нет вип-билета. Поэтому посмотрим все издалека. Розовая такая черепашка по имени Наташка. Томатное шампанское. Надо будет как-нибудь купить вип-билет. Кстати, эти подушки я думаю можно будет перенести с помощью коробки. Которая находится на кота-свалке. Достанем подсказочку. И давайте активируем секретик. Так, три раза надо нажать вот сюда. Два раза надо нажать на этой стороне. И три раза вот с этой стороны. Та-дам! Открывается секретный какой-то там проход. Или это не проход? Что открылось-то? Куда она закрылась? Сезам, откройся. Я вижу вот эти вот часы с крампитом. Кстати, заметьте, Бак, как только я держу этого крампита, у меня облака пропадает. Дымочек. На этой ноте я предлагаю закончить первый выпуск. Обязательно выйдет продолжение. Мы с вами продолжим изучать это обновление. А сколько же новых сюжетов здесь можно придумать. Поэтому обновление рекомендую. И тоже ставлю ему лайк. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Пишите его в комментариях. А я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Увидимся, друзья, на фестивале. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!